А, ты снимаешь? Чё ты мне не сказал-то? Всем привет, ребятки! Это опять что ли большой выпуск? Ничего себе, я вас балую летом! Мы находимся на острове Эммануила Канта. Сегодня празднуют выпускной самый большой вуз Калининградской области. Один из самых больших в нашей стране. Балтийский федеральный университет. Почему это гордо и громко говорю это название? Потому что я сам окончил БФУ. Я учился на радиофизика, представляете? Поэтому пойдем, пообщаемся с выпускниками и узнаем, подготовила ли их студенческая жизнь к жизни настоящей, взрослой, местами сложной. В общем, поехали! На секундочку! Это вот дают за окончание БФУ, оказывается, сок, водичку. Что там еще? Булочка. Хачапури. Хачапури дают? Яблок. Ради этого стоило учиться БФУ много лет? Да. Да? Ты какой факультет закончил? Я факультет... Хак. Я не знаю. Физиски математики. Апельсиново-манговый факультет у тебя же? Да. Кем дальше будете? Кем будете работать? Мы еще будем учить еще. Еще будете учиться? Да. Вам так понравилось, что вы еще будете учиться? Да. БФУ очень понравился. Эмоции. Выпускной. Во-первых, где лента? У меня такие стереотипы выпускной. Все сняли уже, все убрали. Эмоции прекрасные. Все. Спекся муж. Где муж? Муж. О, нормально. А почему медали? Это в этом году только медали дают? Мы сами не знали, что будут давать. Просто удивились. Думали, что это особенным только вы дают. Нам не давали. Я окончил БФУ в 14. Где моя медаль? Пожалуйста, Почта России хотя бы. Вышлите мне ее. Ты что, окончила? Какой? Экономический. Кстати, экономический что? Мы оканчивали факультеты, потом были институты, сейчас мне сказали, что какие-то школы. Ну, у нас высшая школа бизнеса и предпринимательства. Ага. То есть мало вам было один след школы, вам еще здесь школы. Да. Куда он убегает постоянно? Я бы следил за твоим мужем, он постоянно куда-то уходит. Он просто любит бегать. Чем тебе запомнился БФУ? Веселые пары, классные люди, вкусная еда. Красиво выглядите. Спасибо. Ну, я всем так говорю. Что ты окончила сегодня? Бакалавриат, экономика. Ну, и как у нас с экономикой дела? Экономили 4 года, будем дальше экономить. Кстати, да, вообще идеально. Вы что делали на 4, на экономикой экономили? Три буквы, БФУ, название БФУ, опишем твою студенческую жизнь. На Б, какая она была? Ну, бедная, судя по всему. Благоприятная. Ф. Фееричная. 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 И, у, сама пусть не подсказывает. Ума помрачительная. Нормально. Ура! Горько! Горько! Раз, два, у нас там много пленки. Три. Жизнь, она такая взрослая. Видишь, она отдает сдачи. Здравствуйте. Я подумал, что свадебное платье сперва. Хотел уже поздравить вас со свадьбой. Фармацевтика. Фармацевтика. Как вы разбираете в аптеках, что пишут врачи? Мы уже по первым буквам знаем. А там никаких приколов не бывает? Вы друг другу не передаете прикол в этом почерке? Ну, это скорее всего. Типа, какие у него кривые зубы? Вот такие, о, прикольно. Нет, мы же сразу диагноз предполагаем человека. Если что, можно быть, мы это не будем снимать. Если что, там, знаешь, бывают препараты, которые без рецепта не отпускают, а очень надо. Через тебя можно будет договориться? Ну, типа, феназепама. Я, к сожалению, в таких аптеках не работаю. Нет, есть запрещенные, но если человек хороший, как бы понятно, что своим отпускаем. Во-первых, поздравляем вас. Спасибо. Это праздник? Просто я, насколько я знаю, вам еще лет 40 учиться где-то, да, потом на врачей? Всю жизнь. Мы врачами не будем. Не будете врачами? Нет. Почему выбрали вообще медицину? Детей любим, хотим в мир нести добро. Все акушеры. Мы акушеры. Акушеры! Глупые вопросы. Когда вы будете рожать, вы сами будете принимать у себя роды? Конечно, обязательно. Это невозможно. Правда, что нужно, когда ребенок вылезает из мамы, надо его по попке обязательно так хлопнуть? Вылезает из мамы. Ну, это уже не против. Как сказать правильно, мы перезапишем. Рождается. Когда ребенок рождается и вылезает из мамы, его надо по попке как-то бить? Его надо положить на животик, к мамочке, накрыть пеленочкой, будет ей счастье. Раньше бери по попке, чтобы он закричал, но сейчас такое он не практикует. Сейчас он просто рождается в России и в целом уже нормально. Ну, это да, уже просто. Ой, здравствуйте, ничего себе, вот это да. Как ваши эмоции? Что вообще чувствуете? Замечательно, закончили университет, счастливы, будем работать по специальности. Блин, смотрите, мы снимаем для БФУ, надо перезаписать максимально жалобное лицо, сказать, что не хотите, чтобы заканчивали. Мы очень грустим, что закончили университет, конечно же, мы будем скучать по этим прекрасным преподавателям. Вы же поступали в институты, окончили какие-то школы, да, мне сказали? Да, высшая школа, кластеры. У вас называется высшая школа, кластеры? Нет, у меня самая классная школа, у меня школа высоких... Так, у меня школа высоких... Нет, школа... Сейчас, скажите, где я учусь. Не, не подсказывайте, подожди, отнимите у нее медаль, она не заслуживает медаль. Как вы считаете, в БФУ учатся умные выпускники? Ну, на нас посмотрите, конечно, умные. Почему Гагарин полетел в космос именно в День космонавтики? Потому что 12 апреля. На соревнованиях по бегу вы обгоняете того, кто бежит вторым. Каким вы стали по счету? Я была третья, обогнала второго, стала первой. Сегодня здесь выпускной какой-то. Вы какой институт закончили сегодня? Я институт не закончил, я техникум закончил. Мы просто снимаем специально этот ролик для БФУ и Минниканта, который сегодня выпускается. Скажем просто на камеру, что вы окончили БФУ и Минниканта, и вам понравилось. Итак, перезаписываем. Вы какой ВУЗ окончили? Я в тот раз просто. Не-не, вот для камеры бы сказать. Так, еще раз. Какой вы ВУЗ окончили сегодня? Ой, Малтический федеральный университет. На красный или синий диплом? На синюю кепку вы закончили. Здравствуйте, дамы. Она скрывалась как могла. Она такая, он не видит статичные объекты, не двигаетесь. Как у вас настроение? Отличное. Где ваши ручки? Я просто ведущий, это профдеформация. Как настроение и где ваши ручки? Умные люди учатся, оканчивают и работают в БФУ? Да. Тогда небольшую проверку, сори. Сами, сами напросились. Почему Гагарин полетел в космос именно в день космонавтики? Ну, он монетку подбросил, на какую-то дату выпал. А в этот день праздник еще был, прикольный праздник полететь. Выходной у него был как раз. На соревнованиях по бегу ты обгоняешь того, кто бежит вторым. Каким ты стала? Первым. Есть! Контент сделан! Вопрос, который точно вас волнует. Вам не жарко сейчас? Нет. Жарко. Очень жарко же, да? Очень радостно, да, что вы постановите сегодня праздник такой классный. Принять пляжу... Мне еще три года учиться. Зови Канта, пожалуйста. Как его зовут? Андрей. Андрей? Канта звали Андрей? А, точнее. Андрей Эммануил Кант. Эммануил Кант, он же был достаточно умным человеком. Я думаю, да. Тогда вопросы. На соревнованиях по бегу вы обгоняете того, кто бежит вторым. Каким вы стали по счету? Первым. Спасибо. Когда я обгоняю того, кто бежит вторым, я не знаю. Это вопрос из области квантов. Философский вопрос. А где мы бежим? Куда мы... Зачем мы бежим? Что нужно сделать, чтобы твоя жизнь кардинально поменялась на 360 градусов? Работать над собой. Все, спасибо огромное. Извините, что отняли ваши эмоции. Вы такие веселые были, а сейчас не улыбаетесь. Надо как-то вас развеселить, значит. Знаете, какой танец любил танцевать Эммануил Кант? Танец Кант-Кант. Все, они улыбнулись. Сегодня выпускной. Вы тоже окончили какой-то вуз? Я уже давно выпускник. Что закончили? Давайте вспомним. Санкт-Петербургской академии управления. Что, скорее всего, хуже, чем бы Фуминиканта. Ничего. Ой. Наоборот. Я попытаюсь угадать. Вы работаете либо сисадмином, либо школьный видеооператор? Нет. Чините материнские платы? Нет. Оцифровываете старые видеокассеты в диске CDRV? Нет. Бизнесмен? Нет. Актер? Нет. Певец? Нет. Музыкант? Ну, любитель. Играю на саксофоне. Мы подрисуем на монтаже саксофон. Вот так вот сделаете просто. И что-нибудь типа, типа, как будто играете. А мы потом подложим. Вы активно, типа, немножко двигаетесь немножко? Вы прям стоили, да? Мужики, я прошу прощения. Почем машинка вообще? Боюсь, что у вас денег не хватит. Не хватит денег. Пробег по-любому скрученный, да, у вас? Нет. Пробега практически нет. Она у нас в гараже стояла. И что там у вас? Давайте. Какие функции есть? Карбюратор. Карбюратор. Дипломатор. Руль. Скорость, да. Это специальное изобретение. Изобретение Тесла, да. Простите. А, так это не твоя тачка? А они тут рассказывали, что это их машина. Они хотели продать мне ее уже. Это так, я говорю, так перекупы и работают, отвечай. А что ты хотел от узбеки, от армянина? Да, да, да. Так и надо. Если не двигаться, то останавливаешься. Надо. Ты куда его ведешь? Он заказал бизнеса, приехал ты. Так, ну давайте какие-то правила жизни ваши, пацаны. Стараться работать над своим эго, улучшать свои благодатели. Да, прикинь, мы разговариваем. Православная школа уходит? Да не, брат, просто стараемся, стараемся. Мне все вот русские, да, говорят, что я самый красивый узбек в их жизни. Смотри, вот прям тебя в упор прям смотрят миллионы людей. Что-нибудь по-узбекски им скажем? Буду неодо, яхсе, юльда, юрюшке, харакет к лиле. Хамаги хайр. Это он с криптонита зачем? Ну все, что, двигаемся тогда. Двигаемся дальше. Только трогать нельзя сказали. Как будем двигаться? А как выйти, если нельзя трогать? Мы в ловушку у перекупов. Добрый день, я прошу прощения, он узнал, что на бюджет, да, не прошел на БФУ? Жалко, блин. В следующий год попробуешь, не плачь. Подписывайтесь на канал, очень харизматичный мужчина. Еще немножко и влюблюсь. Четыре года прошли очень круто, весело. Теперь я дипломированный юрист, так что обращайтесь. Какая связь между дипломом и хорошей работой? Нет связи. Никакой связи. Только харизма, только ум жизненный и красота. Да, давайте шампанское сюда. Давайте, 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 давайте. Юристы, они умные вообще? Очень. Проверим тебя немножко? Нет. Почему Гагарин полетел в космос именно в день космонавтики? Потому что ему так сказали. Потому что ему так сказали. Что нужно сделать, чтобы кардинально твоя жизнь поменялась на 360 градусов? Удачно выйти замуж. Так, нормально. Здравствуйте, пару слов. Я вас так и представлял. Спасибо. Ты сегодня выпускница? Да. Ты радуешься? Очень, конечно. Сколько ты училась? Три года. Ты тоже средний медик? Средний. Кем будешь? Медсестрой. Сестра, сеструх, ну что ты вообще, как ты? Закончила три года, что-то прикольное. Весело было. Ну самое какое-то яркое вспоминание. Давай не связано с учебой, что бы у вас скучное? Больница. Больница, это весело вообще. Это у меня весело. Почему врачи плохой почерк? Чтобы диагнозы люди не боялись, когда читали свои. Почему есть таблетки под плоскую отвертку, но нет таблеток под крестовую? Можно в министерство заявку такую и обязательно сделают. Как обратно вернуть инструкцию от лекарства? Как ее собрать обратно? Невозможно никогда. Невозможно, не получается ее обратно собрать. Скомкать. У тебя получается это дело? Мы их не читаем. Классно. Еще, еще. Я банан. Я банан. Ты меня вымотала уже. Ты сейчас мне показала, как пять лет в универе проходит. Два года. Два. Ты что окончила? Какую-то танцевальную высшую школу? Да, конечно. Высшую школу пространственного развития. Пространственного? Это что такое вообще? Туризм. Раньше было просто сервис туризм. Пространственного развития. Офигеть, как звучит прикольно. И гостеприимство. Гостеприимство? Да, там еще гостеприимство было. Тогда стоим так вот, мы потом подрисуем на монтаже каравай. Так, с караваем будем стоять. Три универсальные фразы, которыми нужно встречать гостеприимно туристов. Добрый день, дамы и господа. Нет, так ведущие говорят обычно, свадеб. А, я так на экскурсиях говорю. Почему Гагарин полетел в космос именно в день космонавтики? Потому что. Ну, именно этот праздник, да, он выбрал? Ну, конечно. Он полетел и праздновать. Или праздновать, а потом летит. Что это вы институт, а всех в школы переименовали? Или вы тоже уже школа какая-то? У нас халаты старого образца, прежней версии. Да. Мы еще старички такие. Прикольно. БФУ, за нами будущее. Халаты из прошлого, но за нами будущее. Вы пишите нам рецепт, как набрать миллион подписчиков на ютубчике. Только желательно непонятно, как почерк. Вот вы таким же непонятным рецептом. Да. Ра-ра-ра-ра-ра. Такая схема. Вопрос. Как называется заболевание, когда человек удаляет все фотографии из инстаграма? Депрессия. Парня любое. С парнем рассталось. А когда вот человек ездит и снимает за рулем, как он ездит, что за заболевание? Новую машину купил. Поздравление от ректора БФУ. Наконец-то мы вас встретили. Поздравьте всех выпускников. Поздравляю всех с получением вашей долгожданной степени. Бакалавров, магистров, может быть и аспирантов. Ну и представьтесь, как ректор. Меня зовут Мерике. Поменялся ректор, что ли, получается? Да, конечно. Моментально. Я учусь на химика. Химик? Да. Чего мутишь там? Ничего не мутишь, брат. Это секрет. Ну-ка, покажи зрачки свои, брат. Зрачки покажи. Не мудит он. Химик может работать. Фармацевтическая сфера. Будешь что-то типа лекарства какие-то делать? Да. Буду лекарства делать. Чего через тебя? Да, можно, можно. Все можно. Парацитамол чуть покрепче можно будет через вас делать? Конечно. Обратись ко всем, кто тебя смотрит. Ну, желаю всем успехов в новых начинаниях. Так еще делают, да? Ну, чуть посовременнее давай. Я не знаю, как это. Вот так вот, вот так вот. Ну, давайте так. Вот так вот, да. Своя зарплата, да, такая будет? Да, ну, всех наших, всех наших зарплата. Почему не красный диплом? Давайте разбираться. Потому что у меня есть очень трудная работа. И поэтому... Какой предмет тебе сложно дался? Очень сложный предмет, это терапия. Терапия? Да. А, ты врач? Ты врач, да. Давайте, значит, вот так ровно держи диплом. Мы на видео потом его красным покрасим. Все, сейчас у тебя будет красный диплом, смотри. Хоп, по щелчку монтаж. Классно. Я летю в Индию. Ты в Индию полетишь? Каким врачом ты будешь? Кого ты будешь учить? Кардиолог. Кардиолог? Да. Давай всем подарим сердце. Всем дарим здоровое сердце. Давай скажем на индийском, чтобы никто не понял. И попроси, пожалуйста, всех своих индийских знакомых подписаться на нас, на наш канал. Пожалуйста, Руслан, да-да-да, шовку сасскрайб-каре. Ютуб пей, тик-ток пей, инстаграм пей. Одноклассники. Вайбер. 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 И Вики, агарпки пас Викинг. И ICQ еще. ICQ. ICQ. Все, и тиндер еще, тиндер. Тиндер, baby. Ты в Бразилии? Да. А что, ты не играешь в футбол? Фавеллы, вот это все дело. Вот это все в Руде-Жанейро. Какими судьбами ты вообще, так говорят, кстати, в Бразилии, какими судьбами? Нет, такого нету. Какими судьбами ты оказался здесь? Закончил школу и сказал, буду путешествовать по миру. Папа сказал, давайте тогда в Россию. Сказал, блин, ну в Россию. Ну, так и вышло. Собираешься обратно возвращаться? Да. Через год закончу институт тоже и поеду обратно в Бразилию. Детей тут оставил за собой? Только пытался. Девчонки, есть год. Если кому нужен красивый ребенок, бразилец. Чемпионат мира по футболу не скоро еще здесь будет. Все, стоит самец. Как тебя зовут? Ян. Ян? Да. Да нет, давай полное имя. Что ты, Ян? Гильерми Ян. Гильерми Ян Брага Рибейро. В конце обращаемся ко всем подписчикам. Там уже много индусов будет в комментариях. Надо немножко бразильцами тоже разбавить. Боро, рапазиада, коментай, фала ка генч, бота фосу до Бразилия зон про нас. Там ужут. Ресеба! 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 Ресеба, караль! Прям как патриотично. Сразу видно, хвастается, выпендривается. Красный диплом. Каким врачом станете? Проктологом, конечно. Это я хотела. Вы тоже любите ссывать пальцы, куда не надо? Да, в рот. Вы стоматолог? Да. Так, у вас что будет? Уролог. Неплохо. Как не попасть к проктологу? Берегите свой зад. Берегите свой зад с молодым. Поговорка звучит. Как не попасть к стоматологу? Берегите свой рот. К урологу. Надо просто родиться девушкой, да, судя по всему? Берегите гениталию. Ну, на самом деле, о чем мы так? Мы смущаемся, об этом надо говорить. Да, правильно. Предохраняйтесь. Надо попу пищу мыть. Да, и тиндер удалите, пожалуйста. Ни к чему хорошему не приведет. И трусики хэпэшные носить. Есть какая-то песня про медиков? Про зад какая-то песня. У нас сестра да про это поет, поэтому... Попу мыть, попу мыть. Надо каждый день попу мыть. Попу мыть, попу мыть, даже если лень. Чистая она теперь, но полотенца нет нигде. И что же мы будем делать? Быстро ее трусим, трусим, трусим. Вот теперь я знаю, что вы не зря учились 6 лет. Потом склеимся. Александр Александрович, выглядите неуставшим. Слушайте, это же приятное действие. Вот сегодня мы вручаем дипломы. 2600 человек в большую жизнь. Это рекордный выпуск. По именам перечислим всех. Мне говорили, что ректор всех знает. Как раз до вечера это и займет, да. У нас нет только памяти, да. Ключая индусских студентов, которых сегодня первый выпуск англоязычной программы у медиков. Возвращаясь в молодость, ну не то, что вы сейчас не молоды, я просто не умею делать комплименты, да. Хотели бы вы окончить буфу миниканта? А знаете, да, пожалуй. Я бы хотел его окончить через 5 лет. Вы что-то знаете, наверное. Там будут машины давать, да, уже выпускникам? Кампус, новый кампус. Он должен заработать к концу 25-го года. Это мега штука. Претензия к вам, извините. Давай. Все учились 11 лет в школе. Такие, наконец-то школу больше не увидим. Приходят буфу, а тут сделали школы. Школа – это место, универсальное название. Школа – это место, где учат учиться. Когда не только старшие учат младших, но и младшие учат старших. Обмен ценностей. Это дает возможность внутреннего взаимодействия, когда медики взаимодействуют с биологами, инженеры, с айтишниками. Сказать, что все идет хорошо? Нет, такого не бывает. Ну, не бывает. Ой, вырежем. Так вы тогда тоже не ректор, вы директор должны быть, как в школе. Директор школы. Я, с вашего позволения, пока ректором все-таки останусь. Заучи. Финальный вопрос. С юристами общался, наболело у них. Когда переселят юристов? А, так вот, мы ждем как раз этого события, когда у нас появится толп пространства. А раньше не получится. Я сочувствую, что они там. И я делаю все, чтобы это прекратилось как можно скорее. Юристы, сорян. Ну, че, ребята? Это был выпуск. Выпуск нового. Бэфу и миниканта. Вы знаете, что нужно делать? Тут даже подсказка есть. Ставить лайки обязательно. Пишите комментарии. И поступайте Бэфу. Или не поступайте. Сами решайте, короче. Вы взрослые все люди там. Я же как этот, как в Хогвартсе. Я могу сейчас исчезнуть. Магия. Все, я исчезаю. Всем пока. Нет, ты не будешь камеру? Камеру наверх. Давай еще раз. По щелчку исчезаю. Ой, исчез. Ничего. Ай, опять здесь, блин, не сработало. Но я не окончил. Я же не магистр, бакалаврят и закончил. Я же блогер. Все. Все, заканчивай. Давай. Все, перерыв. Пара закончилась. Все, давайте. Проходите. Субтитры сделал DimaTorzok